Фильм называется «Нечисть». Четыре новеллы, связанные мелкими деталями. События происходят в период, когда, по местным поверьям, из потустороннего мира выходит разнообразная нечисть. Не менее перспективная в сценарном смысле, чем раскрученные живые мертвецы или зомби. Кино снимали с расчетом и ложится в минимальный бюджет. Продюсеры занимались режиссурой, монтажом звуковых эффектов, помогали друзья. Авторы называют работу экспериментом. С другой стороны, как рассказал один из них, в Якутии давно не снимали фильмов ужасов. В последние несколько лет на республиканские экраны выходит по 8 или 10 работ самых разных жанров. У нас есть зритель, который ждет текущие фильмы, да? Который немаловажный то, что местных ребят очень большой энтузиазм. Мы особо не сняли с большими деньгами. Как показывает практика, с нашими маленькими бюджетами, там, в миллион, в два, в три фильмы вполне могут окупаться. Именно новое региональное кино сегодня составляет костяк программы. Всего представлено 9 работ. Это новый формат российского открытого кинофестиваля. Киношок возник в начале 90-х, на волне распада Советского Союза. Тогда в каждой республике было минимум по одной кинофабрике. В России до определенного момента кинопроизводство сохранялось лишь на нескольких центральных студиях. Образовался вакуум, который сегодня и пытаются заполнить регионалы. Ну и слава богу, надо же все-таки в конечном итоге за Урал-то идти. Конечно, надо осваивать Сибирь, чтобы там киностудии образовывались. В Новосибирске, по крайней мере, Академгородок, научный великий центр в Сибири. Ну и Красноярск, потрясающее место. Киностудию надо туда переносить, не в Европу. Я знаю, как ее найти, правда. У меня теперь все другое. Жизнь другая. И я другая. Кула! Откуда только не писали с любовью. В этот раз из Уфы. Фильм «Из Уфы с любовью» сняли в основном на республиканский грант. Кроме того, помогли спонсоры. Необходимо было укладываться в бюджет 5 миллионов рублей. По сценарию молодой человек ищет семейную реликвию, по пути находит любовь. Им, говоря образно, самого себя. Статистика говорит о том, что зрительский запрос на подобные истории есть. От этой команды, от этого проекта не ожидали такого выхода, такой реакции в публике. Мы сами первое время были немножко даже удивлены. И до сих пор удивляемся, потому что у нас в Уфе картина идет уже практически полгода с экранов не сходит, с городских. Специалисты, наверное, поймут, что несколько дней наша картина была лидером по России, по наработке на копию. Даже и обошла «Форсаж-8», которая как раз и выходила в это время. Такая революция снизу – прямое следствие революции цифровой. Если лет 10-15 назад камера для съемки полноформатного видео была доступна только крупным студиям, то сегодня такой комплект можно купить за вполне доступные деньги. Кроме того, появились бесплатные аналоги программ для цифровой обработки. У оператора Владимира Климова за плечами порядка 50 фильмов. На фестиваль он прилетел со смешанными ожиданиями. Лет 7 назад работы дебютантов на одном из кинофорумов ему не понравились, но сейчас надеется, что уровень повысился. Тем временем в Бурятии разрабатывают дорожную карту или план развития кинематографа в самой республике, а также в соседних регионах до Забайкалья. Ее представят здесь, на киношоке, в рамках круглого стола. Региональные власти кино поддерживают, но денег не дают. Снимают в основном на свои. В этом году удалось выпустить сразу два фильма. Детский про приключения в летнем лагере на Байкале, второй для взрослой аудитории. Ребят, подвяжите до турбазы, пожалуйста. Стоп, снято! Стоп, снято! И снова на Байкал. Кинокомедия в стиле стендап. На экране знакомые лица. Вы живете в таком месте, где самый чистый воздух, самая чистая вода и самые чистые люди. Бюджет фильмов, которые снимают в Бурятии, порядка 15-20 миллионов рублей. Пока прокат в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам продюсера Александра Циренова, кино, снятое в регионе, сегодня вполне может быть бизнес-проектом. Мы очень долгое время занимались КВНом. У нас в регионе все, кто занимается кино, мы все КВНщики. Играли в разных лигах, покатались по России, какой-то опыт получили и в какой-то период времени решили попробовать. Попробовали, получилось, на уровне региона оценили. Соответственно, начали развиваться и уже 7 лет развития идет. Я думаю, что уже в ближайшее время мы придем к тому, что будет 100% реально настоящая профессиональная кино. Киношники говорят, что одной из главных проблем остается то, что крупные сети неохотно берут в прокат фильмы без известных актеров, а если и берут, то не вкладываются в рекламу. Однако работает так называемое сарафанное радио. Если киношок станет площадкой и элементом нового движения, можно сказать, что фестиваль получит новый импульс для развития, а кинотеатры – новое российское кино, как уже полноценную замену утерянному советскому.